Ну что ж, Роуко легко разобрались со своими оппонентами и мы двигаемся дальше. Третья игра сегодняшнего дня. Мэд Лайонс, текущие чемпионы Европы по результатам весеннего сплита, будут встречаться с командой SK Game, которые пока что идут на последнем месте в турнирной таблице. Жесткая партия, мне даже тяжело здесь что-то добавить, честно говоря, файк, потому что пока у SK дела идут лучше, чем в начале сезона, и до сих пор недостаточно хорошо, что мы говорили о том, что у них есть серьезно ощутимые шансы, которые можно озвучить как раз про Мэд Лайонс. Да, SK очень странно провели это межсезонье, они лишились своего лесника, с которым явно не получилось сварить каши, да, именно в плане построения командных взаимоотношений, потому что Тинкс был одним из самых ярких игроков в SK Gaming, но явно что-то, так сказать, за пределами наших взглядов было не так. Давайте вспомним состав команды SK Gaming, GenX 30 на позиции лесника, Плю, Джезу и новый саппорт Лирик. Напомню, что команда SK Gaming успела уже провести одну замену, да, вместо их тренера на позиции поддержки Джезуса, вот, играет молодой человек из французской лиги. И, соответственно, после его прихода команда SK Gaming немножечко оживилась, но хватит ли этого, чтобы обыграть Мэд Лайонс? Пока что не факт. Давайте Мэд Лайонс состав тоже быстренько. Мэд Лайонс у нас все без изменений, Армуд на верхней линии, Ильёя в лесу, Гуманоид на центре карты и Карзи, Кайзер, их надежный ботлей. Говоря по прошлой неделе, смогли SK обыграть, кого они шальки обыграли на прошлой неделе, да, не XL. На прошлой шальке были как раз таки, XL были еще пару недель назад. Смогли все-таки вторую победу вырвать для себя SK, в этом плане, конечно, была цыпь, причем победа была, но относительно уверенная, они прям уперлись в драконов максимально и смогли себе душу до 25-й минуты уже забрать как раз таки, или около того, там один из финальных файтов был как раз. Относительно неплохой у них был драфт, до сих пор играли через Лисина на Дженексе, до сих пор Гвен была в лесу, то есть построение линии было немножко странноватым, однако за счет того, что Тристана имеет как раз таки прыжки каждый раз после ресета, в одном из ключевых файтов именно у Дракона они смогли там в лидерстве примерно полторы-две тысячи золота хорошо разыграть перед душой, эту душу как раз таки забрать, то есть форсили, Сёрли Гейма, у них была Синдра, у них была Тристана Наут, у них все ресурсы для этого были, смогли реализовать, сыграл Лили, кстати, достаточно неплохо, и как раз таки зафорсил ту самую драку около души Дракона, которую выиграв они, смогли игру полностью перевернуть, с преимуществом полторы тысячи золота превратить в три-три с половиной и душу забрать. Но при этом это победы над Шалькер, которые, как показывает практика, тоже имеют ряд проблем, с которыми не совсем получается справиться, и понятное дело, что для SK Gaming сейчас не время быть привередливыми, любая победа есть победа, здесь им предстоит соперник чуть-чуть посложнее. Mad Lions не самым лучшим образом стартанули этот сезон, но потихоньку начали набирать свою форму, и сейчас они смотрятся неплохо, тем более, что у них есть неплохой шанс догнать кроликов. Misfits у нас сегодня уже оступились, соответственно, идут со счетом 8-4, Mad Lions счет 7-4, я обыграю сейчас SK Gaming, они с Misfits сравняются. Я думаю, что у команды Mad Lions здесь достоверной информации нет, но я могу с уверенностью сообщать, что они ставят себе только высокие цели в этом сплите, и явно горят желание поехать на World's. Безусловно, попасть в плей-офф будет очень легко коллективу Mad Lions, учитывая их выступления в предыдущем сплите, а именно победу, и как раз-таки топ-1, что дает достаточное количество очков, чуть ли не что пройти без альтернативных плей-офф уже, вопрос о том, с какого места, естественно, хочется с высокого, а с высокого это значит не стоп-5-6. Попадать надо на стоп-4, с этой задачей, скорее всего, Mad Lions и так справятся, поэтому сейчас их фокус вне мысли о плей-офф должен быть вообще. Мыслями они должны быть уже там, мыслями они должны уже готовиться к любому из оппонентов в Winner Bracket и к серии ПВ-5, соответственно. Здесь есть такой момент, знаешь, что если Mad Lions занимают у нас какое-либо второе место, по сути, они будут в одной серии от путевки на чемпионат мира, потому что буквально одна победа в Winner Bracket, то есть в верхней части турнирной сетки в плей-офф LEC гарантирует им первое, второе или третье место, а, соответственно, у нас как раз три команды из LEC едут на Worlds. Слушай, Фай, с другой стороны, победа в Winner Bracket это очень сложная история, потому что, скорее всего, тебе дадут какого-то гранда в матчап, и ты должен именно его будешь обыграть. Ну, это справедливо, согласись, все-таки достаточно большой приз ты получаешь, по сути, сразу же гарантированную поездку на Worlds, и для этого придется побороться, там, скорее всего, будет какой-то именитый соперник а-ля Rogue. Получается вообще, ну, точно, потому что, смотри, если ты, насколько я понимаю, лето разыгрывается, как и весна, точно так же, правильно, по формату? А если ты побеждаешь в Winner Bracket, то, соответственно, ты попадаешь уже в сетку на топ-3, и только две команды топ-5-6 плюс две команды, проигравшие в Winner Bracket, организовывают четверку, и из этой четверки только один коллектив тоже займет топ-3. Получается, да. Тебе дадут каких-нибудь Fnatic или, я не знаю, Rogue, вот и Mad Lions, или G2, но обыграй их в БО-5, обыграешь, окей, ты в топ-3. Обыграть сложно. Сложно, но Mad Lions, я думаю, примерно понимают, что они могут. Уже они королей Европы теснили, причем не один раз. Мы вспоминаем также, что и в 2019 году, если мне память не изменяет, уже было БО-5 против G2, которая заставила всю Европу потом говорить о команде Mad Lions, это еще была не их финальная форма. Тогда еще Роме и Шэдоу играли на позициях топера и лесника, соответственно. И многие аналитики отмечали, что вот эти новые лица в составе Mad Lions, их турецкие топеры, их испанский лесник, да, Армут и Ильё, соответственно, очень здорово в состав вписались. И весенний сплит действительно прошел для команды Mad Lions очень хорошо. Но регулярку они отыграли, там, по-моему, на третье место, если, опять-таки, память не изменяет. И после чего уже в плей-оффах раскрылись на все 100%. Единственная такая проблемная серия. Это был 20-й год, файк. Если ты говоришь именно про состав Mad Lions, а не игроков Mad Lions, это был 20-й год, весна, когда они одолели G2. 20-й, виноват, да. Спасибо. И после этого они, если я не ошибаюсь, после этого они играли как раз-таки с Fnatic, и вот им проиграли. И тогда они упали на G2, и тогда они на G2 тоже проиграли. Но это было уже не так важно, потому что в Winner Bracket они смогли их 3-2 одолеть, соответственно, занимая автоматически топ-3, одержав победу в Winner Bracket, как мы только что с тобой обсуждали. Да, поехали. Да, мы, кстати, на World's, но их выступление вряд ли можно назвать успешным. Тогда как раз в рамках плей-ина они проиграли коллективу Супермассив, откуда они, собственно говоря, и добыли себе своего текущего топера. Так что можно сказать, что сражение прошло успешно. Ну что ж, друзья? Так сказать, зафармили топера себе. Да, зафармили себе топера, хоть и проиграли его коллективу Супермассив. Ну ладно, друзья, это у нас третья игра сегодняшнего дня. Давайте наблюдать за драфтом, который начнется через считанные секунды. SK Gaming против команды Madlines. Как показывает практика, для SK позитивно складываются сетапы комфортных чемпионов, которые достаточно сильны в ранней стадии игры, потому что если удается им их взять, то тогда ранняя стадия идет хорошо, и тогда мид-гейм файты идут с комфортом. А это самое главное, что нужно команде SK. Потому что пока SK играют очень четко только от своей игровой задачи. Как только они лишаются ориентира своей игровой задачи, у них начинает игра плыть, они допускают макро ошибки, и их банально начинают переигрывать. То есть, знаешь, как файк, иногда такое бывает, когда вот играли, допустим, какие-нибудь гамбиты старого образца, которые вот чемпиоста три или четыре раза к ряду брали. И вот ты знаешь, что если гамбиты вровень идут с тобой, они тебе всегда победят. Вот как бы same история с SK, только в обратную сторону. Ты знаешь, что если ты ровно играешь как бы игру, и не добиваешься преимущества, то в среднем ты проигрываешь, если ты SK в LSC сейчас. Да, то есть нужно SK Gaming что-то придумывать прямо сходу, посмотрим, какой драфт они для себя построят. Тем более, что здесь еще один представитель новых лесников. Напомню, что в прошлом сплите Тритц отыгрывал на позиции саппорта, потом, когда Тинкса заменили, именно Тритц занял его роль. Пока что у нас Зикс, Диана и Виега, Бана с синей стороны, с другой стороны у нас Трэш, Ксин, Жао и, соответственно, Гвен. Практически всех имбовых героев перебанили, что же будет у нас на первом пике для SK Gaming. Но в Сиона мне не верится, если честно. Хотя могли порадовать Тебауса, Бапуса, который у нас сейчас присутствует в LSC, первым пиком сразу же становится Мунда для Дженекса. Это хороший выбор. Если мне память не изменяет, по-моему, Тинкс на Мунда сделал квадрокилл в прошлом сплите, когда Мунда впервые пикнули SK Gaming. Но как первый пик это смотрится, мягко говоря, немножко странно. Не-не-не, пускай, не надо, Файк, не надо. Мы говорим о комфорте со стороны SK, пускай. Знаешь, вот как только появится какой-нибудь Виктор, это сразу до свидания просто, потому что, в принципе, под игровой стиль это не подходит. Кстати, забавно, что именно Блю и Гуманоид, мне кажется, Файк, я не готов, вот знаешь, я не готов 100% давить на этот поинт, но мне кажется, Блю и Гуманоид в сумме это два мид-лейнера LSC, которые больше всего ошибок нальются, они пока что допустили вообще за этот сплит. Ну, кстати, вполне возможно, что эта статистика имеет право на жизнь. Блю вообще мне казался, если честно, по результатам весеннего сплита самым слабым звеном в составе SK Gaming. Начало этого сплита он пропустил из-за болезни, вот вернулся только к третьей неделе, если я ничего не похоже. Туаверс у них был, да? Туаверс, да, играл вместо него. Молодой человек из регулярок европейских отыграл слабовато, но, с другой стороны, мало кто ждал, что у него получится прямо, так сказать. В сравнении с коллективом SK он играл даже, на самом деле, не так уж и плохо. Ну, это да, но, опять-таки, здесь ты выставляешь вот эту планку для сравнения очень низко, потому что в SK Gaming прямо ничего не пьет. Я лишь к тому, что не было такого, что ты смотришь на Медлайнера замена SK и думаешь, из-за него все проигрывают. А, это 100%, здесь я с тобой могу согласиться. У нас 300 миллионов будет на Ботлэйне для Джезу и Лирипа, и команда Медлайнс, при том, что забрали очень раннюю количество, не забирают для нее саппорта, решая, видимо, что у них достаточно широкий выбор есть. И сразу же Лисинка, вот эта связка, Лисин или Бланка на центральной линии у нас появляется, то есть играть Медлайнс будут через Гуманоида. И пускай играют, и точно ждут какого-то ответа в Либлан, в частности, может Синдра выкатиться от Блю как раз, как и в предыдущем матче, когда связка Синдра и Тристана смогли захватить мидгейм, поэтому, возможно, ее забанят, или готовы будут отыграть Медлайнс, как раз-таки против нее. Потому что я не думаю, что Синдра является каким-то хорошим там, в Либланку, это просто матчап, которым можно постоять. Один из относительно удобных, если твой лесник понимает, что делать и как ты будешь это отыгрывать. Но учитывая наличие Лисина, в лесу как раз-таки у Медлайнсу точно захочет заходить на мид, вне зависимости от того, какой матчап будет взять. Если только этот матчап не будет, знаешь, ультра какой-то фармовый, и хороший лесник у СК, который может все это дело кавери. Потому что если лесник нехорошо кавери, а матчап ориентирован на фарм, например, СК и такого медлайнера возьмут того же Виктора, ну, как бы самого Виктора могут поставить на фарм 6-го левела Лисина, приходя на дайвы как раз-таки. Потому что будут его выпинывать, или Либланка, собственно, через цепочку будет разыгрывать всю эту историю. Пока Синдра не в бане, в бане Люцина, в бане ТФ как раз. До сих пор Люцина немножко боятся, даже несмотря на не самый уверенный перформанс от Блю в течение сплита за этого чемпиона. Поэтому смотрим, в чем СК ответит. На миде, это ключевой сейчас момент, потому что если они отдадут инициативу темпа игры в сторону мидгейма со стороны мидда, то тогда, естественно, разыграют первую вышку, заберут Герольда, оставят Калисту немножко на фарм, на 3-4 минуты на боте, пожертвуют этим, или сделают свап, или просто саппорты заставят свапнуться Герольду. После этого они в худшем случае откроют две пластины на миде, а то и вообще вышку заберут, как бы игра закончится, потому что Либланка будет разгонять. Матлайнс прям кричат своими пиками, что они хотят игру разгонять, Синли Бланк в центральной части карты, и, скорее всего, Армуд какой-то контрпик для себя получит. Я так понимаю, что он все-таки против Мунда будет стоять, хотя технически еще есть небольшая вероятность того, что это именно Тритц заберет для себя сумасшедшего доктора с ущелья призывателей, хотя и Мунда Лес меня, если честно, пока что не впечатляет. Ну что ж, пик на мид нас больше всего интересует, и я думаю, я вот сейчас думал, вспомнят ли про Александру как ответ в ЛБ, но, судя по всему, нет. Судя по всему, это будет Джейс на миду? Я фанат Лиссандры Большой Фаек, мне как бы гадалки не ходи, у меня всегда в кармане есть пару запасных про Лиссандру, поэтому, конечно, очень хочется ее увидеть, но пока ее не берут. Нет, все-таки вспоминают более такой, знаешь, стандартный вариант. Есть Синдра, которая действительно Лебланку может продавливать один на один, да и играть по Синдре таким прыгучим персонажем, как Лиссину и Лебланке, не совсем комфортно, да, то есть откидывает от себя, но это не катастрофа, все еще Синдру можно, это не мобильный контрольный маг, да, очень сильный Верли, один из самых сильных, тем не менее, есть опция что-то делать, и на верхней линии у нас а вот Либира забирает. Потому что, смотри, вот Мунда в лесу, да, ну понятно, что если Мунда до 25-й минуты доживает и оппонент не держится в ультратемпе, то Лебланка Мунда не наносит урона вообще, да, вообще, и Лиссин тоже, и Веллибир тоже не особо, получается, должна бы этого Калиста убивать, но если этого не произойдет, а будут держаться в темпе, то Мунда не тот чемпион, который может помочь Синдре в матчапе против Лиссина и Лебланке, поэтому я жду от Медлайн, что они сейчас четко разыграют центральную линию, смогут там задавить оппонента, и вот это преимущество разовьют на бот в таком ключе, чтобы Калисти дать те самые ресурсы, чтобы убивать Мунда в мидгейме, потому что если двойка на миде не сработает, Мунда убивать будет нечем, и после 20-й минуты за ключевые файты очень уверенно могут себя чувствовать Эскей. Да, при этом, судя по всему, команда Медлайнс у нас отправила именно Веллибира в лес, Алисина, на верхнюю линию страдать против Джейса, посмотрим, насколько у них хорошо получится разогнать своего диджея на нижней линии, об этом нам расскажут наши замечательные комментаторы Дмитрий, Артём, вам слово. И расскажем, и покажем. Спасибо вам, дорогие друзья. И наши коллеги, конечно же. Мунда только что получил усиление в этом патче. Такое ощущение, что Лег хотят все бафы проверить. Знаешь, на первой неделе. Кстати, обычно, долго втягиваются с этими изменениями, не всегда сразу пики влезают. У нас первый день, по сути, все три персонажа основных, кого бафали, появились. Еще Тамкенч остался сегодня. Видите, вообще полную комбинацию соберем. Я видел, как Тамкенч убегал от генерала, а потом его убил, и генерал, собственно, был не рад. А Мунда теперь с Сокат сто процентов здоровья в лесу будет восстанавливать себя. Посмотрим, как это работает, посмотрим, какая у него будет скорость зачистки, потому что раньше-то W была бесконечная, и ты кемпы выжигал, теперь все-таки на ней есть кулдаун на тачке. На тачке, дорогие друзья, вы еще не призыватели, или только что Трид скатился вместе со своим коллективом, но инвейда не будет. Будет интервью. Вообще, нужно Mad Lions, мне кажется, вот перед этой игрой коробку в спорт переключить, максимально вдавить педаль в пол, потому что темп в этой карте им нужен максимальный. У них все темпы персонажей. Они хотят разгонять, они хотят давить, они хотят давить вместе с Волибиром, с Вестником Бури. Плюс еще вот эти все смещения гуманоида с искажением и так далее, он может приоритеты забирать, поэтому ждем прям очень быстрой реактивной игры от Mad Lions. SK в свою очередь могут подскелиться, то есть она чувствует себя прекрасно на трех слотах, как и Мунда, и, как сказал правильно Юра, Мунду просто тяжело будет кому-либо пробивать в мид-лейт-гейме, потому что ни Калисто, ни Лебанг большим уроном по танковым чемпионам не наносят. Это правда, это правда, резко такое интервью мы ворвались, прям увлекательно. Но так сказать, непонятно, ничего. Но это другой совсем. Ладно, Мунда здесь спокойно бафс в соло забрал без хелпа. На боте у нас боевой, боевой бэтлейн у команды Искей, есть Наутилус, есть консерва, которую очень хочется убивать, да и Калисто то же самое, потому что Стана и Леона могут доставить много проблем. Вообще забавно, что они забанили только Брауна, который как раз-таки мог помочь своей Калисто не умереть от этого взрывного урона. Наутилуса, Алистара всех поставляли, Тарика, я думал, может быть, Тарик какой-нибудь выйдет, нет вообще, просто вот такой вот Наутилус у нас появляется, небольшой здесь трейд произошел, левел 2 отдали, и на Яхар еще и попадается Джезу, ну и так, но здесь козертоверхит получил, поэтому трейд выиграли Искей. Но по началу Матлайнс точно будет очень сильно давить эту линию, и вряд ли смогут даже задуэлить их Искей, хотя на самом деле Стрейстана и Леона это более чем возможно, учитывая, что у Карзи очищение, то есть минус одна боевая самонерка, и если подставится это Калисто или на развороте, допустим, после якоря сыграет Лилеп, то Искей так-то могут и флипнуть монетку удачно для себя на нижней линии. Интересно, почему Дженн будет постоянно запушивать, кстати, также? Почему они Лисина отправили в топ, а не отправили в лес, он же может мудно в ранней стадии прям хорошо наказывает, и Слеблан хорошо работает. Молибер тоже неплохо работает с Слеблан. Мне кажется, Лисин будет повесить. Мне кажется, просто у Армута Лисин один из самых капортных персонажей, и он видел, что у него матча будет против Джейса, у нас тут Тридс работает. А вот здесь Тридс работает. Мондо Левел 3 по Карзи работает, выбивает из него флэш Тридс, разворачивается, начинает работать по Кайзеру, новый стан пошел, Телепорт. Тридс не выходит никуда, Тридс зарабатывает первую кровь, Телепорт сюда от Армута прилетает, а Дженекс как-то опаздывает немножко. Тридс, в этот победу! Тридс, Тридс, что делает на Мондаре легчайше оформляет для себя дубль. Блю прилетел примерно с опозданием в год. Дженекс в полгода. Можно было и не лететь, честно говоря. Вроде как, сначала Гуманоид хотел реколинуться на базу, я не уверен, сделает он до конца или нету. В итоге мидлейнеры до конца не хотели сжать, чтобы не терять миньонов. В итоге пачка удачнее стала по-моему как раз кедреский. Хороший заход на бот, сразу же попал зенитом Лилип по Карзи, выбил из него скачок плюс очищение и Тридс просто, как говорится, на созвоне обкашливая вопросики забирая сначала Кайзера, потом не чувствует Карзи, который закидывает в него копки. Тридс понимает, что там он его не выпустит и он просто не дает жить бедной количестве забираетесь чемоданом. Просто натыкал что в чемодане шлакоблокуни. Ну вообще вон там какие-то куперы посыпались из чемодана просто от огромной котлеты кэша получилась Карзи. Деньги у Мунда есть так там, мы теперь в курсе. У него же пепел баме еще и Эмрис Плаш. Так-то у этого Мунда теперь все в порядке вообще. Такой стандарт Мунда вроде бы как чемпион, который вообще не ганкер, кроме замедления с чемодана нет ничего. Вообще с Тесака, но в этом ске есть только чемодана. Тесаком и не пахнет. Но вот пришел на бот два килла оформил вообще легчайше, при этом выбил все самолеры с бутлейна, то есть там теперь ни скачков, ни очищений, ничего нету. Ни у Кайзера, ни у Карзи. Еще и два телепортовые. Если бы еще и Дженекс и Блю не нажали свои ТП бесполезные, а он все равно бы сделал дубль, то это была бы вообще какая-то гига победа и можно было сюррендер нажимать в команде Мэдлайнс. Ну, кстати, СК сейчас приятно для себя получили небольшое преимущество и Тридс как раз-таки в той позиции, чтобы мешать Мэдлайнс давить, потому что и вперед по Экспириенсу вышел против Ильей, опыты у него навалом, и шестой уровень будет раньше, чем у Валибира. Плюс Гуманоида все-таки немножко подушивает Блю по началу за счет того, что просто Матчак так работает, то же самое на топе было, сейчас пачки развернулись в обратную сторону, но в любом случае как раз-таки за счет телепорта Дженекс по крипам вперед вышел, потому что Армад первый полетел, у него неудачно волна стояла миньонов, и там плюс свои 10 он получит, потому что еще и пачка на топе как раз-таки сейчас под Дженексом. Кайзер, попытка была заромить центральную линию, там, в хорошей позиции стоит Блю, подставляет Лили, неподалеку находится Трис, но не шестого левела, только сейчас подходит Джезу, но драться они не хотят, потому что Гуманоид запушил Блю, и у Гуманоид был шестой, а у Блю только сейчас саб, но он не боится пушить, никуда не пойдет, но и Карзи тоже не горел желанием терять столько крипов на боте, под Джезу здесь потрейдился, но от Крипов сейчас тоже нулутать Блю, цепочку сцепел и фризит пачку, ауууу, это уже неприятно кстати для мистера Гуманоида. Да, пока Блю, свой стан не тратит, вот сейчас он в итоге его нажал и Гуманоид теперь может агрессивно выходить и даже искажением допустим прыгнуть по этой синдре сильно пробить возможно не успел возможно в кулдауне еще была Илье начинает в это время дракона до того как появится герой на карте то есть по темпу как раз таки то что нужно мадлайн им нужно душа скинул сейчас обход от Лилипо и Гуманоид об этом не знает есть у него флэш на предет Лилип кидает свой свой спокойно забирают первую первый килл на мидлейне но в это время дракон упал так на лаве сюда смещаются вряд ли они что-то здесь найдут ублю правда скачок есть кайзер попробовать якорем попадает хитбокс интересный спасибо науки знаешь вот старки я вот когда хотел свапаться стопа в жангл и играл в лесу я вот знаешь там придумывал какие-то крутые вещи как зайти на какую-нибудь линию чтобы сделать этот гант знаешь прям много пота получаешь килл а потом просто вражеский лесник просто выходит и убивает твоего так сказать бойца рядового и вот сейчас просто дорогие зрители обратите внимание кто проспал кто проглядел вот мотните назад лилипс примерно понимая что тотемм контроля вражеский стоит в кусте потому что там в миллионах игр подряд в которых он уже сыграл эти ворды там всегда стоят он хех скачком по туману войны перепрыгнул эту зону где мог спалиться обошел на предик кинул ешку попал в гуманоида который отфлэшился забрал либланку этот выход был под искажение агрессивное блю сколько всего должно произойти чтобы этот ганг увенчался успехом что сделал блю просто не нажал флэш от якоря и умер гуманоид опять с двумя искажениями цепочку сильно пробиваетесь синдру и на самом деле продолжать он может это делать постоянно блю кстати не стал покупать себе посту перкурия первым предметом сразу учитывая как сильно его давит помогает какая разница да ну там и ульё и контроль есть как бы я бы на его месте взял себе посту перкурия первым предметом точно не было бы на его месте купил бы мерки я бы на его месте нажал бы флэш как бы но мы с тобой на собственно другом месте мы сидим на но там хитбокс был такой что я бы тоже на самом деле скачок ко мне нажимал я что летел мимо в мои глаза в лсс американском я увидел как хитбокс научился его якоря он примерно он примерно как два крюка сработал и зацепил апеллия который был за крипами так что вообще исторически якорь наутилуса очень был сложный я так понимаю немножко там подфиксивали вроде в патчах ничего написали но в классик скине у него он всегда был дальше а в астроноутилусе всегда был шире астроноутилусе по моему кстати заблокирован на турнирных серверах если я не ошибаюсь поэтому нельзя брать такими борются но классик но это как синдра понимаешь у синдры доступны по моему один или два всего образа из десяти наверное или сколько у них есть просто потому что там не самое лучшее отображение способностей и самый честный получаются эти все станы которые ты не видишь просто да при этом снежную элизу как не отключали так и не отключили понятно что сейчас слабенький герой и пока они не играют но снежная элиза где у нее автоатака равно ешке и чем все вот я вилсике это первым заметил когда они выходили на ганг и тогда что-то резко даже с флеша иногда делали сначала авту все думали что это ешка нажимали флеш а здесь кайзер у нас фланкует не цепанул якорин кстати было бы красиво а тут реанимизация а вот эта реанимизация это зачем лилип это пятый уровень но он выживает и с сирением джезу спасает своего саппорта blue прилетает кууууу проходит ульта высвобождает свою силу дабл стан неплохой но карзи очищением его снимает ооо это лого бойница стаёт ультимейтом мистер лилип и выживает и карзи и кайзер очищение и скачок потратил потратил только калиста ну и кайзер воспоминения еще в атаку по лилип это солнечная вспышка в конце от лилип попытался доесть видимо него не было ультимейт еще на момент драки получил когда там пачку на боте. Тристану будет видеть. Кстати, вообще здесь можно так-то и задавить, но вообще надо поаккуратнее. Он не обритывал на драку сквозь всех крипов перелетел, обошел, и эта вышка потенциально, потому что диджезу взрывает гранату свою, и вышка забрана, первая кровь для Тристаны, 4200, плюс там 400 рубликов есть сейчас у Тристаны телепорт пошел в спину Дженоксу, если скачка-то нет, и все, здесь никуда не выходит, потому что гранат себе упадает. Дэмэджа много, а кстати-то посмотрим, может Дженокс не сможет развернуться, по гранату нужна тычка, еще одна шоковая зарядка, но до нее он не доживает. Убили его, все-таки хороший был ТП, и вообще хороший был вард, поставленный армутом. Да, вард спину был отличный, там нам показывали как раз слева внизу, в момент, когда вышку забирали из Кейгейминг, что драка на топе была, и оба топ-лейнера потеряли свои скачки, как бы намекая на то, что какой-то экшен может произойти как раз-таки в верхней части карты, и в итоге, да, телепорт спин от гуманоида, искажением забирает он этот килл, несмотря на то, что Дженокс очень старался разменяться. Один килл отыграли, по золоту все еще и ски впереди, хотя Mad Lions, наверное, больше хотели оттемповать, но благодаря тому, что вышку и ски забрали вместе с Герольдом, чувствуются они себя более чем комфортно. Скоро будет первый предмет уже в Джезу, в это время Ильё начинает с второго дракона. Я, кстати, ненавижу морских драконов забирать, и вот это вот такие зверки. Ненавижу морских драконов выводить из Драгонпита, забирать их, в принципе, все равно. А вот выводить невозможно. В принципе, вот самый неприятный дракон, чтобы его забирать, просто потому что это намного дольше, он тебя замедляет, и медляет тебя так спит, и ты стоишь ковыряющего еле-еле, учитывая, что другие драконы... Да, цель пошла, но здесь и высыпаешь на силу от Синдры, хороший стан, но это только копия с флэшатриц работает, но не попадает своим чемоданом. В это время топе. Выходит, у нас гуманоид, а здесь-то драка и Лилипа бьют сильно, он там и Карзи проседает, и в итоге Джезу выходит, как и Лилип. Да, кулдаун, искажение Лебланки какой-то слишком нечестный, потому что он смог прыгнуть вперед, сильно просадить блю, и через три секунды уже обратно выпрыгнуть после того, как Синдакстане выйдет, скачка у него нет, Валибир начинает драку, больно его пробивает, это почти сокрушитель богов Валибир, ну и тут и гуманоид спокойно смещается. Лебланка очень мобильный чемпион, конечно, своими искажениями, она не только может выходить, она может еще и перемещаться через стенки. Наконец-то более-менее адекватная реализация Лебланк в принципе в Европе сейчас происходит, потому что я много говорил про то, как мне не нравится этот пик, несмотря на то, что она сейчас самый популярный медленер, по крайней мере, я на предыдущем патче была, ее просто не могли нормальные команды реализовать, игры постоянно затягивались, и дальше она была бесполезная. Мое любимое, это, конечно, как Нюкдак отыгрывал на Лебланке, команда выигрывает, но Нюкдак, к сожалению, наносит там 500 урона за всю драку и погибает в ней просто так. Здесь же гуманоид хорошо на топ зашел, наказал Дженекса, хорошо на бот зашел, но при этом Дженекс слишком сильно подставляется, далеко заходит на сайдлинии, за что его наказывают, учитывая, что команда в другой стороне карты, играет по Т1, только вышки, бездоказанно Медлайнс могут его так подфармить. У вас первые предметы появляются, потрошитель готов у армута затмения есть у Дженекса, перчатка также утрится на месте. На этом пока все, хотя мне кажется, у Джезу точно должен быть сейчас слот на пальце, давно он там не был, да, он как раз сейчас, но регул отправлять, скорее всего, сила шторма появится или Кракен. Да, Кракен, Кракен, наверное, нет, это просто самое боевое, что есть. Ну, хотя там, да, там в Либернаут их нужно будет пробивать, поэтому Кракен здесь точно лучший выбор, тем более, что у него есть его ракетный прыжок и в целом дополнительной мобильности ему особо не нужна. А ты смотрел Китай вообще на этой неделе? Нет, на этой неделе. Там есть для тебя, особенно для любителей Леблана, там есть момент, вот Рагуарисуник, третья карта, вот там зайди, просто чекни финиш игры третий, тебе понравится очень сильно, там прям пушка. И для зрителей тоже, если вам нравятся яркие окончания матчей, то вот откройте Рагуарисунинг, повторюсь еще раз, третий матч, финиш игры, подчекайте, это пушка, прям самое оно, но поехали здесь. На прошлой неделе были неплохие Леблан, когда в них отвечали Сайлоса, особенно когда G2 пикнули Сайлоса в Леблан, и там его просто как раз таки уничтожили вообще. Да, продолжают эскейт давить именно в верхнюю линию, хотя вообще в теории можно было поставить, допустим, двойку на мид, но Синдра намного комфортнее себя чувствует именно на центральной линии, так же как и Зои, у нее вейвклир хороший, и контролирует она мидлей, за счет чего постоянно дает тебе приоритеты, и как раз таки поэтому может на верхнюю линию смещаться эскейт гейминг и помогать Джезу додавливать вышку, начинают герроли сейчас мидлайн, но при этом Лили подправляется на базу, и есть подозрение, что эскейт драться за этот объект, где хотят. Эскейт пока не хотят, но здесь армуд отменяет себе бэк, а встрял-то у нас гуманоид, а вот фуллоап это особо нету, блю не было здесь рядом, 11 левел, и левел 2 ульта можно было здесь убивать вообще спокойно, а в итоге-то выгоняют они сейчас мидлайнс, отсюда интересно ультать блю, хотел просто шаров набить и возможно застанет дальше, но в итоге выфлешивается кайзер, и вот такая наш наглая попытка от мидлайнс, на вражеском крабе они пошли делать этого герольда, но позицию потерял гуманоид, решил по кустам побегать, а там Лили хорошо расконтролил свой ультимейт. Но с одной стороны, Липланка всегда хочет в каком-то кусте находиться и пытаться кого-то ловить, но с другой стороны, есть вероятность, что тебя как раз-таки вот так вот могут поймать, сначала Лили дал свой первый контроль, потом солнечную вспышку сверху дал, но из-за того, что гуманоид с помощью своей пассивки ушел как раз-таки в инвиз, его не было видно, блю не смог нажать высвобожденную силу сразу, после чего это искажение гуманоид выпрыгнуло из этой драки, и в итоге герой достается из кейт-гейминг, и при этом смещение армата было напрасное, хотя дженок смог запушить боты пешком, прийти, и команда от этого только выиграла, мадлайнс душит верхнюю линию, правда у них дракон через 30 секунд будет, они могут позицию сейчас там отдать, их три человека в верхней части карты находятся, и не хотелось бы, мне кажется, этого делать, учитывая, что все-таки в душу с темп и сетапом хочется выйти. Да, тем более герой, да, они второго потеряли, с которым они могли бы там мид пробить еще сильнее, или вообще вышку попытаться забрать, а теперь-то смотри, контроль реки полностью принадлежит команде из кей, а не еще и синий баф, карой приходится, непонятно, почему блю не подошел и в свои W не забрал-то блю, это прям миллионный контест, здесь все-таки шальной там дабл-кушка от гманоида, и баф бы мог умереть, вот как-то бальяжно мадлайнс вообще бэкаются, потихоньку идут, здесь герой над пушить, я думаю, что, наверное, герой должен упасть, герой, ой, герой, извините, дракон должен остаться в команде из кей. Здесь, кстати, ты один, что-то не упадет, там буквально одна остатка останется, герой, да, все, не дали, но в его случае, да, и вот все, и смотри, ради вышки ты один на топе, которая не то чтобы прям, хотя это ФБ, а нет, 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 на топе тристанцев, на боте у нас очень, на боте очень рано Джезу вышку забрал с герой, там тогда, да, есть подозрение, что мы просто получив двух драконов, купили себе такой, знаешь, билет по скейлиться, набрать какие-то слоты, разменять объекты, получить для себя вышку на топе, хоть какое-то золото обратное, потому что понимают, что они сейчас не в лучшей позиции находились перед этим файтом, цепи проклятия, кстати, у триста готовы. Ой, это модный файт, ну, конечно, 3-1, 3 килла. На кого, как ты думаешь, он их повесил? На Каллисту? Тем более, что он не стоит. Вообще, наверное, на Леблан. Так, на Каллисте не висит, да, на Каллисте нету, да, видимо, на Гуманоиде. Просто вот раньше, в лейте, Леблан прям ваншотает Мунда, а не смотря на то, сколько у него там слотов, а Каллиста, она как бы у тебя потихоньку так пыщ-пыщ-пыщ, мне ботарка нет, медленно бьет. Ну, кстати, я бы не сказал, что прям ваншотает, потому что у Тридса есть простор, чтобы покупать как раз-таки магическую защиту, много армора здесь не нужно против Каллисты, там одного-двух слотов в арморах хватит. Нам бунт на танке бегаешь, на танке, и думаешь, что в лейтгейме, да, к этому рободон, пост от бездны, все есть, и там Лебланка выпрыгивает, там какой-нибудь щиточек с тебя сбивает, там пыщ-покнула процентов на 15, и ты такой бегаешь, думаешь, я танчила, а потом выпрыгивает какой-нибудь дабл-кушка, и у тебя минус 60 еще уехала, понимаешь? Или так еще цепь сверху, и все, и гг. И ты уже как бы чувствуешь, что это не танка. Понимаешь, у него есть Magic Resist из перчатки какой-то, 25-ка мало пока. Есть маска пустоты сверху, который еще и бурон бафнет, облачение духов, у духов, который тоже собирается на Мунду. А вообще маска, кстати, ждал, потому что мы... Мне кажется, на Мунду тоже прекрасно сетит этот предмет, поэтому... А там, если его столько денег... Подожди, там же только контроль, нет? Там за медло не работает, мне кажется. Только контроль. Че, не уверен, не перестал. Возможно. Я собирал просто всего-то, раза три, и то на Шена. Потому что так собирался корейский Шен из Сулку, и я вот собирал, и меня, насколько память не изменяет, там только контроль. А у Мунда... Это как, знаешь, если это так, то это как Мунда в прошлом сезоне. Помнишь, ЛС, где кто-то собрал Турмел полностью, а он тоже отконтролируется. Так там на Шора начинают в этот лентерский кремль. А все мэтлайны в нижней части карты находятся. Нормально, вышка Ту-2 за фармем. Гуманоид, вперед искажением, воруй. Цепь есть, 3500, где Лисник на миде, минус барон. Хорошо, красиво, сочно, Айски гейминг. Вот так вот, Сники Берна за Т2 и Т1 на миде, а блю. Так по Лили поиграю. Лили, то здесь так ты уже по братку играет по гуманоиду, это было лишнее. Лили поезжает, остается здесь Искей, пытается своего саппорта защищать. Но они только время теряют, так ты сейчас могут закрыть вышки, ты один-то, нет. Ой-ой-ой, какой вы, какой хороший плей, какой выброс прямо сейчас может быть. Медлайн смещаются чемоданом кайтера. У нас качки есть, есть как выходить. Придется ему именно пудеблочить, но нет, здесь хороший, кстати, стан был от блю, и он полностью дизенгейчил. Да лакарзи-то теперь четырех карзи. И нужно флешаться уже команде Медлайн. Стрид сплэша работает, замедляет на Утинуса, но там ягриф уходит. Кваноидо заставил блю, красиво, вау. И джезу играть дальше по Ильёи. В Болибиру нужно тоже выфлешиваться, и он это делает. И в итоге крутой плей, потом такой, знаешь, мини-бэт плей, но мы планиц решили почизить, но уже Иске успели развернуться, и два стата у Тристана, которая с базы вернулась, заработали для себя килл на гмоноиде, выбили флеши из Карзи и из Ильёи, потеряли Т1 и Т2 на боте, но с оборона и киллцы, и с обороны, это вполне себе очень хороший размер. Как так команда, которая играла и выиграла две карты против Дамвон, умудряется оказаться на 20-й минуте всем в нижней части карты отдать просто по приколу на Шору, когда вы темпо сетап, и вам очень сильно нужно получать вот эти вот объекты, и ни в коем случае нельзя отдавать на Шора. Здесь Блю отличную кампу дал, не смог из-за этого Кайзер нормально заинициировать, якорь был слишком далеко, и дальше еще и на развороте выбили скачок из Карзи, что очень приятно будет в драке с Гейми. Вот здесь гмоноид прямо, знаешь, сыграл в... Это не эфирно, не могу сказать, но в общем не надо разворачиваться и пытаться кого-то там подпокнуть. Обожали планок, кстати. Не забываем про то, что Лебланк лучше персонаж на средней линии. Конечно, да, ранее преимущество какое-то получили, но дальше он особо ничего сделать не может. Ну ладно, здесь не вина гумоноида, все-таки команда затроллил тем, что 20-й на Шора. Далее он как раз-таки единственный, кто находился около на Шора, поэтому пока, пока забирай свои на слова назад, гумоноид занимается у нас сплитпушем на верхней линии, будет Т2 там хотя бы пытаться забрать. Да, вот вопрос, пойдет ли в 3 сейчас. А здесь, мне кажется, надо идти, потому что биг-касса. Касса биг. Ее... А вейвклир-то нет, кстати. Вейвклир вообще нет. Вейвклир вообще ноль. Стопим Медлайнс. Была бы липлайнс, она могла бы искажение нажать, но ее сразу могут поймать, поэтому да. Это нету вейвклира у Медлайнс, они должны были разгонять карту. У них прям все на это настроено, и как раз таки из-за того, что не вейвклира ничего. Да, она петляла-петляла, но не ингипит на поте не пошли. А ингипит на поте вкусненько достаточно. Кому-то там всегда придется тусить на сайде, и можно и мид, и топ потолкать. Многие, наверное, решили отправить, не задерживаться на поте, потому что можно и свою сторону потерять, а когда у вас барону потерять сторону вы не хотите. Тем более разменивать вы ничего не хотите. Да, не стали ингипит разобирать. Лишний опыт и золото отдавать сейчас в Медлайнс, потому что, по сути, давление толком это сейчас им не даст. На Шору у нас на карте нет в ближайшее время. Можно сделать это, допустим, попозже. Либо Джеракс может просто глубже намного запушивать нижнюю линию. Это все, что сейчас в Медлайнс могут делать. Они будут играть вот в этих партизанов. Моноиды, он нужен искажения. Здесь уже и тридц, шоколадарят. Раз, левс фланга идет. Но там хороший вард уже кайзер поставил. Свеженький, фулловый. А вот сюда пинг есть. А сюда пинка-то и нет. Какая-то война была за Блю. Сверху Джейс. Снизу Мунда. Просто Блю Баб сажали бутерброд. Но Блю оформила для себя все-таки армад в это время. Бот подпушил. Вот эта игра между Esky Gaming и Mad Lions напоминает мне что-то из футбола. Когда команда какая-нибудь супер агрессивная, со звездным составом, играет в очень быстрый атакующий футбол, против них паркует автобус, они получают на контратаке, и игра заканчивается 1-0 в пользу андердога. Прямо сейчас происходит. При этом две карты я сегодня закинул на андердогов. Единственное, кто я думал, точно не выиграет Esky Gaming, Esky Gaming сейчас. По крайней мере, один шаг уже первые сделали, чтобы выиграть в этой карте Mad Lions. Mad Lions продолжают как хищники. А ты смотри, что купил Лилип. Он купил себе цепи проклятия тоже. Да, саппорты сейчас тоже вторым предметом. А тут забирают. Это вторым предметом. Прямо прям первым. Прямо вообще, ну, там, не забыл. Пустые дамбарды и все. Илья, Илья, прям хорошо засадили. Когда же салбери. К ману и подходит. Ты к ману и подходит. Успел Джанок нажать. Илья, это на развороте можно случить. А, Илья, это на развороте можно свой флэш. А уже и вот, и вот и нет, кстати, извините. Нажимал он на шоре его тогда. Лисин. А Армод полетит в Лилипань. Мне кажется, это было, чтобы вы здесь все. Здесь, так сказать, конечно. Хотя есть флэш. Есть флэш. Можно попробовать обойти. Есть ли Варды? Это самое главное. Не знаю, но флэш точно есть. И его нажать не получится. Нет здоровья, по-моему, Армод. Вот оно немножечко закончилось, только что. Конец эрюбиз. Замени успел пробовать у Джаноксона, он получил щип. У него сейчас огромная проблема. То, что через 40 секунд появляется наш ор. У Армода, правда, есть телепорт, но при этом в любом случае с кей могут занять позицию и попробовать, допустим, зафорсить этот объект. В теории. Потому что они с базы. У них все есть для этого. Первым предметом в итоге цепь и проклятие купил Лилип. Все правильно. Но далековато здесь. Илья без скачка, которого нажал на Нашори, не хватило бурста с гуманоидом. И дальше этот медведь отсюда никуда не выходит. В 30-м докинул у него чемодан денег, чтобы не расстраивался из-за своей смерти особого Либир. И Армод также здесь погиб. Закрытие произошло. Насколько тебе нравится предмет цепи проклятия, или насколько ты считаешь его балансным, за минуту можно настакать себе понижение урона на 30% от определенного героя, которого ты сам выбираешь. На любом расстоянии. Все проклятие очень крутой предмет. И это, наверное, основной предмет для танков. Удалил ли ты? Если бы тебе была возможность, ты бы его удалил или нет? Нет, удалять я бы не стал, потому что он все-таки открывает какие-то дополнительные опции играть танками. У нас все-таки метод скатилась в постоянных брузеров. Сейчас мы больше видим танков. Но я бы при этом занерфил бы как раз-таки наутилусов, Леон и так далее. Потому что с этого они еще сильнее выигрывают. А может сделать так, чтобы они слакали с ним на минуту, а ну хотя бы там минут 5, я не знаю. Потому что ты... Ну, я думаю, какое-то изменение должно быть. Это просто дисбаланс. Знаешь, там, дракон там 2 минуты, ты купи этот слот, или он там где есть, ты просто повесил на там ADK, слышь там, мидера, мага. Все. На драконе он тебя уже бьет намного слабее. А ты, если у тебя еще и слоты есть, у Ленка и шлатов нет. Но она сама по себе танковая на базовом уровне за счет того, что на максе дабы, резисты есть. Пармут, кстати, по золоту лидирует внезапно на карте. 267 у него есть и даже выше, чем... Но он там побегал уже. Ну, уже все. Он забирал ты 2, когда обороны забирали. Да-да, он в вышке там забирал, и еще что-то. Поэтому золото много себя залил. Но это, наверное, не тот персонаж, в котором вы хотите, чтобы было много золота. Добраться ему будет тяжело до джезу и блю. Самое главное, если это флаг найти. Да. И это правда. Но, правда, это не White Knight. White Knight, и мы следующий игре у нас убегает. Разбили почти. О-о-о-го-да. По нему заметил шук-бласт. И чуть-чуть за... Причем синдра попала только кушкой каста. А уже, когда она отталкивала шар, этим она уже не попала. Ильей на пике. А его спалил блю. И сбил баньшу. Сейчас Ильей огромовержцем. Пробили Волибера. Сильно ульта пошла. Волибер прибивает. А вот Кайзера спасает. Карзей залетает. Дабл искажение. По перестанье от подкидывания. Наутился было прекрасно. Но теперь Искей нужно отступать и менять позицию. Лили позабирают. Секундомер потрачен. Гуманоиды сильно пробили. 30 идет вперед. Продавать чемоданы или что-то продает. Гуманоид это не он. Баньша на настоящем гуманоиде ее сбили. На копе осталось. Должна была быть, знаешь, вот такая... Такая галочка, как бы в голове у 30, что... Где Баньша, там копия. Но здесь очень крутой рассказ от Кайзера был. Прям очень крутой. Его карзей спас. Он там залетел. Утанул всех. Подкинул в мясо. Дабл искажения. И этого не хватило. При этом Кардио шкруто драку сыграл. Потому что он очень много задолжил сначала своим скачком. Потом постоянно наносил урон с копий. Блю занимал прекрасную позицию вот в этом кусте. Чтобы как раз таки не пускать сюда соперников. Не попал якорем Кайзер. Дальше солнечная вспышка от Лилипа. Но Карзи вовремя вытащил. И после этого хорошее подбрасывание. Потом еще сверху дополнительный Нукап пошел. Я думаю, что этот кик был очень хороший. Я думаю, что, кстати, вот кик был, мне кажется, плохой. Потому что под контрольный и Тристану, и Блю. И если он сыграл или в Тристану, или в Блю, то можно было просто скачок выбил из синдры. Это очень важно. И при этом в Тагейский гейминг забирают. На шороб? В конечном итоге, да, как-то. Я вот хотел спросить, знаешь, а насколько нужно было вообще разворачиваться? Потому что Валибиро в Соло Блю пробил, выбил из него ульту, отогнал, оставил ему 20%. Может быть, стоило просто до конца уже барона делать. Кайзер лоу-хп, Валибир лоу-хп, танки лоу-хп. Все, они уже не подойдут. Но в итоге Искейн драку сильно не проиграли. И потом плюс-минус разошлись. На самом деле, я бы сказал даже, что они частично ее выиграли. Учитывая, что они первые сейчас будут заходить на объект, инициировать и так далее. То, что нету скачка и очищения у Карзи. Очень сильным на руку. Плюс нету скачка у Армута. Он не может дать нормальную ярость дракона в спину через скачок. И, соответственно, с другой стороны, да, Блю и Джезу нажали скачки. Но так же второй раз без скачков до них добраться будет очень тяжело. Писки идут вперед. Вот, вышка Т2 падает легчайше. Лесин и Леблан на бот и топ-лейне. Собственно, на сайдах. Под запушили сайды. Но мид сейчас им будут забирать легчайше. А это вообще-то 2-м ингибитор может быть? Да, да, да. Бот можно запушить сколько угодно. Там-то 3 вышки нет. Якорь идет, отнаучился его вытягивать сразу. Там-то рассказ какой хороший по Карзи. И забирают его все-таки. Джезу все еще живет от Ристана. Не получилась Армута. Добить ее. И все. Теперь конечная, мне кажется, гуманоид. С душат бедного гуманоида. А 3-ца уйти не может. Как же он просто чемоданом. Просто чемодан сквозь маноид пролетел. Забирает его. И в итоге команда эски спокойненько. Легчайше оформляет для себя победку. Вот, знаешь, несмотря на то, что счет там равный. По золоту там сильно преимущество не было. Но как-то прям легко. Пришли на 20-й наоборону, забрали. Пока Мэдлайнс там сплит. Да, Мэдлайнс просто не реализовали тот драфт, который им дали. Есть подозрение, что они специально это делают на сцене. Выкатывают такой трудноисполнимый драфт, чтобы дополнительную тренировку получить. Потому что в плей-офф они, скорее всего, пройдут. И да, темпы драфта в очередной раз не сработал. И Лебланка не сработала. Пожалуйста, надеюсь, нам скажут, сколько винрейт. У этой Лебланки сейчас в ЛС, потому что я думаю, в районе 20% он сейчас находится. Только мы не видели карту, где она выиграла. Я помню, 2 и там 1-1 счет. То есть потенциально 1-3. Если там плюс-минус каких-то еще засланных казачков не было. Которых, в любом случае, не в лучшем образом Лебланка себя демонстрирует. Не, ну смотри, потери первообороны в этом вина Лебланк. Я уже успел оправдать гуманоида. Да, как бы частично я с него снял ответственность. Все-таки нашел он себя нормально с телепортом и так далее. Знаешь, вот, приятно, что вместо Лебланка был бы Кас-1. Это, приятно, что был Кас-1. И, допустим, в плохой матчап. И вот он идет с 1-1-2, там что-то у него все более-менее. А потом команда барона не законтролил. Он такой, ребят, как бы у нас сетап не работает. Потому что мы не отпушиваем крипов. Крипы не умирают от наших раскастов. Поэтому теперь-то ГГ. И все. А на равных-то уже команда ИСК на бароне смогла игру для себя, по сути, перевернуть. Самое время нам передать слово нашим прекрасным аналитикам Юра Файкс Лоу. Получается, Старк и гений. Причем во всех аспектах он еще и очень точно назвал винрейт. Персонажа Лебланк после этой игры, с учетом текущего поражения, сейчас 1-4 в рамках LAC, то есть винрейт 20%. Но здесь не только Лебланк можно винить в этом поражении. Здесь прямо у команды Медлайнс ничего вообще не склеилось. Их темпа, сетап, от которого мы ждали разгона в виде користы, в виде Лебланки, не сработал от слова совсем. Ну, так это, Файк, мы с тобой разгона ждали до того, как поняли, что Лесин идет у нас, собственно, в лес. Это да. А после этого все меняется, когда приходят они. Понимаешь, Файк, как сказано? В одном известном... Слушай, как и прогнозировалось, если ты не напрягаешь центральную линию достаточно в ранней стадии игры, а то, что до 20-й минуты Синдра погибла только один раз, это до сих пор недостаточно. Если ты не напрягаешь, то очень трудно становится вообще что-либо делать с Мундо. Потому что Мундо не умирает, его должна бить Калисто, Калисто бьет его недостаточно сильно, Мундо сильно живет, а еще и разогнанный Мундо до 20-й минуты начинает быть монстром. Поэтому очень тяжело было вначале заработать преимущество, и поэтому Барон так быстро и упал. Потому что когда преимущество есть, можно взять и зайти вот таким вот образом его и убить. Поэтому раннюю стадию не удалось разогнать, и я в этом плане просто готов согласиться с Артемом. К сожалению для себя, зачем вообще Лебланку брать? Если так отыгрывать, то точно не стоит брать Лебланку, когда особенно вот в этом моменте команда Mad Lions просто забыла про своего АДК, позволила Тридсу оформить даблкил. Тридс в какой-то момент был самым богатым игроком на всей карте. Этот даблкил был сделан без Синдры, я просто хочу это подметить. Синдра дала очень поздний телепорт, имея 150 маны и ничего не сделал. То есть, что сделал Блю в ранней стадии игры? Постоял на линии, дал поздний телепорт, после этого умер на миде. Дело не в нем, абсолютно. Дело не в том, что он их хорошо исполнил, как бы засетапил там что-то и так далее. Сами на боте разобрались, Тридс, Джезу, Лилип. Сами разыграли втроем, сами заработали для себя преимущество, сами игру выиграют. Да. Сникина Шор очень сильно им в этом вопросе подсобила. Здесь остается только задавать, собственно говоря, вопросы нашим чемпионам LAC, по крайней мере, в рамках весеннего сплита, почему на 20-й минуте вся команда находится в нижней части карты, смещается к сплиткущему лисину, и в итоге после этого еще и несколько убийств отдали львы. Но это форт продолжения драки, зачем-то идет от команды Mad Lions, где гуманоид, обиженный тем, что забрали барона ребята из эскейпа, пытается этот файт продолжить, погибает, из-за этого подставляет свою команду, 2 килла забирают эскейп после барона. Просто, ну, игра не по лимитам, это какой-то, я не знаю, там... Извиняюсь. Я не знаю, что там сказал Артем по поводу того, что специально они делают, вяжут на сцене там что-то. По-моему, ну, вот на 20-й минуте на бароне это проходило на какой-то троллинг. Вы уже барону отдали, отпустите ситуацию, как бы встаньте на регрупп, отдайте минимальное количество ресурсов за барон пауэрплей, соберитесь, у вас мидгейм-сетап хороший, у вас есть волибир, лисину, у вас есть лебланка, у вас есть какие-то ресурсы на карзе до сих пор. Соберитесь, ну, за регруппьте свой сетап, как бы поделитесь нормально. Нет, отдают по одному. Но вот посмотри, ты видишь, 20-я минута, вот просели немножко СК, да, забрали бароны, оп, пошли наверх. Оп, еще подставились ребята из Mad Lions, еще пара киллов забрали, вот там пару тысяч золота. Не надо отдавать ресурсы, отдайте барону, оставить, останьтесь на эквиваленте, за хороший регрупп дайте хороший форс. У вас есть наутилус, у вас есть лебланка, у вас есть лисина, у вас есть чем цеплять оппонентов. Но вместо этого, как бы погнали за всеми зайцами из возможных вообще, ребята из Mad Lions, ни одного не поймали в итоге, и поэтому игру и проиграли. Поэтому они и кроликов тоже ловить не могут в ближайшее время, по крайней мере по результатам сегодняшнего дня. Команды миспиц у нас остаются впереди, по сравнению с Mad Lions, ровно на одну победу. На самом деле здесь у Mad Lions мало что могло получаться уже после 20-й минуты, с учетом того, что сетап именно в 5 на 5 у их оппонентов был банально лучше. Тристана и Синдра, когда речь идет о том, чтобы группироваться в пятером и стоять за своей передней линией, которая еще такая мощная, как Мундо и Леона, они чувствуют себя намного комфортнее, чем лебланка и Калиста, которым нужно что-то придумывать. И придумать, к сожалению, ничего не получилось. SK достойная победа. Команде Mad Lions предстоит еще эту игру пересматривать и делать выводы. Друзья, мы выводим на небольшую паузу, после чего мы вернемся к вам уже с четвертой игрой сегодняшнего дня.